Я решил сделать несколько роликов о теме Тафль, потому что в один ролик невозможно все вместить. Наверняка вы слышали об этом, а если нет, то значит впервые услышите от меня, что в Германии, как и во многих других цивилизованных странах, раздают бесплатно еду. Может быть кто-то думает, ну это наверное какая-то ерунда или там что-то такое, как некоторые говорят, просроченные продукты раздают. Но это неправда. Во-первых, несколько слов, что такое Тафль. Тафль это некоммерческая организация общественная, созданная сначала в качестве эксперимента, но затем получила распространение по всей стране. Занимаются в Тафль люди на общественных началах, все они работают бесплатно. Когда я только приехал в Германию, я поработал в этой системе, тогда еще я был студентом, мне нужна была практика в какой-то общественной организации, мне сказали вот обратись в Тафль, там всегда требуются люди. И так действительно произошло, я приехал на место сбора. Оказалось, что туда раз в неделю собираются люди, кто хочет помочь другим каким-то бедным, бездомным, беженцам, прочим. Вот так я познакомился с Тафль. В мою задачу входила я с еще одним мужчиной. Мы ездили на маленьком микроавтобусе и собирали хлеб с пекарен. По всему городу пекари знали о том, что мы приедем и уже готовили для нас ящики. Мы должны были просто приехать, собрать, потом привезти вместо сборки. Это часто было или помещение школы, или иногда церковь, вот как вы здесь видите. Там были мужчины и женщины. Например, в нашей команде работало даже две монашки из ближайшего монастыря. В общей сложности у нас работало около 20 человек. Мы расставляли столы, затем ставили ящики, сортировали продукты, которые мы получали. И затем в определенное время открывались двери, приходили люди, кто бесплатно получали еду. На чем основана эта система? Она основана на том, что очень много продуктов остается в магазинах. Особенно это касается пекарень. Если каждый день выпекается новый хлеб, но какое-то количество булочек или хлеба не успели продать. Что делать с этим хлебом, если на следующий день выпекается новый хлеб? Раньше этот хлеб просто сбрасывали в специальные мешки, затем приезжали крестьяне, кто берет хлеб для прокорма скота, они покупали за небольшие деньги, либо просто выбрасывали все эти продукты. И решили, что лучше будет, если в конце дня магазины будут сортировать свой товар, и те продукты, которые уже приближаются к концу срока годности, либо уже просрочены, например, это консервы, какие-то еще хорошо запечатанные продукты, для того, чтобы их не выбрасывать, лучше их привозить в определенное место, и придут люди, кто готов взять эти продукты. Я сейчас вам прочитаю небольшую сноску со страницы ТАФ, или вы поймете принцип действия этой организации. Итак, в Германии несколько тонн продовольствия уничтожается каждый день, хотя они все еще съедобны. В то же время многим людям не хватает. Некоммерческие группы создают баланс, они собирают излишки качественной, безупречной пищи и раздают ее социально и экономически обездоленным людям. С их быстрой и небюрократической помощью смягчаются последствия бедности в богатом обществе, и они выступают за солидарность и сострадание. ТАФ является одним из крупнейших социальных движений нашего времени. Поддержите нас добровольным вкладом, пожертвованием или новыми идеями. Любая помощь приветствуется. Здесь, по-моему, все понятно разложено. Из своего опыта я могу сказать, что помимо того, что магазины привозили туда излишки продуктов, это были и простые люди, кто приносили ящики своего варенья прошлогоднего. Или осенью это были ведра собранных яблок, груш, тыквы, картошка. Люди просто привозили что-то, чего у них в излишки. Еще раз, если кто-то думает, что это от кого-то отрывают, нет, это именно излишек. Если в России по своей санкционной истерии продукты уничтожаются, сжигаются, закапываются в землю, то в странах Европы и в том числе США, Канада, я знаю, что это есть практически во всех цивилизованных странах, эти продукты раздаются бесплатно. Как это функционирует? Если вы студент, пенсионер, у вас маленькая пенсия, или, например, точно так же беженец, многодетная семья, вы приходите в эти точки, вот тут, кстати, на карте показано, сколько тафелей находится по всей Германии, то есть везде. Во всех крупных городах даже их бывает несколько этих пунктов. Например, в нашей земле по закону тафель бесплатный. Есть земли Берлин, Мюнхен, насколько я знаю, в крупных городах тафель дается за 1 евро, то есть вы символически платите 1 евро для того, чтобы взять продуктов. Ну, в конце я покажу, какие продукты и сколько берется. Не удивляйтесь, я думаю, что вы даже будете несколько шокированы, но это на самом деле так. Достаточно прийти, принести свой паспорт, принести какие-то доказательства того, что вы из той социальной группы, которая нуждается, и вы получаете карточку, на которую раз в неделю вы можете прийти и получить продукты. Хлеб можно унести сколько хочешь. Можешь унести 3 пакета, уноси хоть 3 пакета. Дальше второе штель или вторая станция, где человек может получить колбасу, молоко, крупы. В общем, все, что есть в тот момент. Сыр. Вам что-то предлагается, вы можете отказываться или вы можете, грубо говоря, пальцем показать и сказать, пожалуйста, дайте мне там сок, молоко. Выбор небольшой, но он все-таки есть. И третье обычно это овощи и фрукты. Опять же, там можете уносить столько, сколько вы можете унести. Я видел, что люди выходили с полными сумками. Иногда это целый багажник с заваленными продуктами, которые люди увозят. Еще раз повторяю, это им ничего не стоит. Почему я решил сделать серию об этом? Потому что буквально недавно я столкнулся в дискуссии с одной женщиной. Ей 60 лет, она попала в Голландию, вышла замуж за голландца. Ну и как обычно, как я это называю, в стиле русского мира, она пишет комментарий, что вот она сидит на языковых курсах, такая вся умная, замечательная, со своим 30-40 летним стажем работы в России. И вокруг нее такие глупые все чернокожие, темные какие-то некультурные люди. Все это ее очень раздражает. И она не понимает, почему ее муж-голландец должен платить социальный налог для того, чтобы содержать вот этих, значит, голландранцев, черножопых, обезьян и прочее. Естественно, подобные люди меня дико выбешивают, поэтому я в спокойном тоне с ними разговаривать не могу. Объяснить человеку в 60 лет, что у него мозги на бекре не очень сложно, поэтому я не стал это делать. Я сказал, что я не смогу вас в этом возрасте переделать, но, дорогуша, если бы вы хоть что-то поднимали, то вам не просто идти. Вам нужно бежать в какую-то общественную организацию, одевать фартук-тафель и заниматься благотворительностью, раздавать еду бедным, чтобы хоть как-то морально компенсировать то, что вам вот так просто досталось. Она так и не поняла, она задала мне вопрос, в чем я не права. Для людей такого типа она, конечно же, во всем права, но мир, хочу я вам сказать, состоит не только из таких тетенек, кто привык хапать и брать, и у них даже в 60 лет не возникает желания отдавать. Вот у меня сейчас, в моем возрасте, четкое понимание того, что я готов отдавать. Когда ты молод, ты только берешь, и это естественно. Но наступает период, особенно если у тебя есть излишек, то ты готов что-то отдать, потому что вот так и формируется социальное, гражданское общество. Не на побоях, окриках, лжи, стяжательства, так ничего не добьешься. А как раз таки, когда люди поворачиваются к вам именно человеческой стороной. Когда они готовы протянуть тебе руку помощи и сказать, если ты голоден, приди, мы тебя накормим. И ты поймешь, что ты здесь не чужой. Вот на этом плакате написано, что вы все одинаковы. И мы всем говорим добро пожаловать. То есть нет разницы, черный ты, желтый, голодный человек, любого цвета кожи, одинаково несчастен. И особенно если страна сама по себе богата, то почему бы не быть чуть-чуть лучше? Почему бы не завоевать сердца каких-то людей именно добротой, человечностью? И в том числе способностью что-то организовать. Независимо от государства, еще раз повторяю, те люди, кто приходят туда, это волонтеры. Они просто один вечер своей жизни посвящают этому. И делают это с удовольствием. Я пришел туда в недоумении. Но когда я столкнулся с этими людьми, с тем, как они это делают, с какой добротой, с какой улыбкой, без нервов, без напряжения, они действительно хотят помочь этим людям. И я понял, что можно жить и так. Понимаете, можно рассуждать, я одна тут такая красивая, сижу в навозной куче, и не понимаю, что здесь делают сирийцы, афганцы вокруг меня. А можно одеть фартук и пойти раздавать этот хлеб. И ты будешь себя чувствовать чуть лучше, чем говно. Понимаете? И это хорошо, что это распространилось по всей стране. И это хорошо, что это есть в других европейских странах. Я считаю, что люди в 21 веке могут и должны это делать. А сейчас вы посмотрите, что получила женщина, русскоговорящая в немецком тафле. И в конце, для сравнения, еще один американский парень, который получил политическое убежище. О нем я сделаю отдельный ролик. Он просидел 6 месяцев в иммиграционной тюрьме. Вышел, получил свою карточку и вот находится в социальной квартире, где живет с такими же политическими беженцами, как он. И они вместе получили продукты. Вот для сравнения, что дается в Германии и что дается в Соединенных Штатах. Разница в том, что первый пакет, который показывает женщина, она, как я уже говорил, может один раз в неделю это получить. А парень, который вы в конце увидите, американец, ну, будущий американец, он говорит о том, что это они могут получать каждый день. Вот сравнительно по продуктам, на мое личное мнение, немецкий пакет немножко так ощутимее, потому что там и мясо, и колбаса. Но американский пакет лучше тем, что можно каждый день это получать. Всем привет! Сегодня первый раз попали в тафель. Это что-то типа магазина, в котором платишь 1 евро. И здесь дают продукты. В принципе, на нас троих мы получили вот столько много всяких продуктов. Здесь есть и мясо, и картошка. Можно было взять, в принципе, даже больше всего. Но мы брали то, что у нас не было в холодильнике. Или что действительно нам было нужно в этот момент. Люди приходят туда с большими сумками. Продукты не видно, чтобы были испорченными. Конечно, у многих срок годности кончается буквально через пару дней. Это говорит о том, что это нужно все быстро съедать. В принципе, за евро получаешь большой набор, которого хватит, наверное, на неделю точно. Ходить в этот магазин можно один раз в неделю. Он работает строго в определенное время. Брать руками ничего нельзя. Все дают только специальные люди. Они в перчатках. Поэтому все предельно безопасно. Какой-то вот соус клубничный. Чтобы не снимать каждый продукт отдельно, составили список из того, что мы взяли на 1 евро в тафеле. Во-первых, это билет в цирк, который нам дали сразу на входе. 3 яйца, 2 коробочки помидор черри, листья салата, абрикосовый джем, коробочку нектарина, картофель, картошка для гриля, уже замаринованная, упаковка муссов со сливками, 5 штук йогуртов разных сортов, набор для приготовления салата, там тоже маленькие помидорки, кукурузы, всякие такие вот овощи или зелень, чай, сосиски, черешня, кальраби, яблоки, сэндвич, банан, ну где-то больше чуть килограмма, апельсины, хлеб, набор для приготовления супа, тоже овощной, белая капуста, печенье, букет цветов, зелень, связочку такой редиски, огурец и мясо, свинину. То есть, в принципе, на 1 евро запас продуктов на неделю практически готов. Конечно, срок годности у многих кончается, как я уже сказала, но все же большая экономия, поэтому очень даже удачно, что мы так сходили в этот магазин. Здесь, в принципе, неважно кому, всем раздают бесплатную еду, и за ней можно приезжать каждый день. Честно, мое мнение, вы не поверите вообще в то, что сейчас вы увидите, потому что в обычном магазине, когда я приходил, я даже не мог позволить себе такие продукты, а здесь ты берешь их бесплатно. Итак, давайте я покажу, что мы взяли. По порядку сейчас пойдем. Начинаем. Вот такой вот шоколадный торт. Далее, пицца. Куски пиццы. Замороженная, как бы, три кусочка. Здесь какие-то листья салата. Большая пачка морковка, уже порезанная. Бананы. Далее, здесь какой-то йогурт, миндальный или что-то такое. Мясо замороженное. Что у нас здесь? Капусточка. Клубника. А, вот, посмотрите. Это бесплатно дает. Вы можете в это поверить? Бесплатно. Огромная малина, клубника. Далее, смотрите, куча грибов, овощей. Здесь какие-то натуральные. А, вот, миндалинки. Еще грибы. Здесь у нас авокадо свежий. Дыня. Дыня. Сок. Мы приехали поздно, поэтому не застали сок. один пакет все-таки достался нам. Здесь еще овощи, какие-то травы. Посмотрите, какой бокс огромный. Руколы. Яблочки тоже. Берете сколько хотите. Они все один к одному. Огурчики. Томатный какой-то соус. Здесь сливки. Кофейку. Еще огурчики. Ну, пожалуйста. Ну, все, да? Сливки все вложены. Нет, что-то еще осталось. А вот еще такой вот какие-то буханочки, хлебушек. То есть, хлеба большой выбор. На этом мы не брали все. И можно приезжать каждый день брать вот это все бесплатно. Вы можете в это поверить. Все продукты не гнилые, ничего свежие, хорошие. Я вот удивлен вообще, посмотрите. Вот, в принципе, цена, но это все бесплатно. Просто мы пришли, показали ID, нас записали и взяли с собой вот все, что мы хотим. Вот сейчас у нас товарищ, вот такую вот ID-шку после тюрьмы выдают. Сейчас приготовили немножко салатика, пиццы разогрели. Все, все то, что нам дали бесплатно, все очень скромно, по-американски, скромно в кавычках. Вот сейчас я покажу вам, чем мы примерно здесь почиваем и какая у нас вообще обетованная. Не переключайтесь. А значит, сегодня мы будем кушать вот в таком зале американском. Окна открываются вверх. Мы кушаем салатик с авокадо, всякая зелень, фрукты тоже сегодня нам бесплатно удалось взять тортик, фрукты какие-то. Также покажу немножко здесь вот две кровати, покажу плита, сковородки всякие, холодильник. Просто смотрите, сиротский холодильник. Выглядит квартира для женщин. То есть, если вы с женой приезжаете, можно то какое-то время тоже пожить. Посмотрите, какое все беленькое. Сейчас мой друг поехал за своим ребенком, который только недавно родился и вот уже для него уже приготовили подарки для ребенка. Вы посмотрите, как все четко и красиво. Немного больше подарков, это все для одного ребенка. Вы понимаете, как здесь люди живут? Елки зеленые, посмотрите, как все красиво. Все для жизни, все для счастливой жизни. Класс! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова